Это продукт питания. Говорим мы про еду. И предлагаем мы вам, к нам прийти, да, иметь собственный продуктовый магазин. Личный кабинет, где вы будете покупать уникальную клеточную еду, микроэлементы, минералы, витамины, которые также понравились и захотела Ираида пользоваться этим, да? Потому что среди лекарств она ничего не нашла себе. Потому что все равно нам нужно употреблять еда пустая в магазинах, да, какие-то витамины. Те, которые в аптеках, это химия бесполезная. В еде мы столько не получим, больше отходов. Поэтому вам нужно все равно чем-то питаться. Отец медицины Гиппократ в пятом веке сказал, да будет пища твоя лекарством твоим. Да будет лекарством твоим пища твоя. Так вот, наша еда является тем, что нас оздоравливает, омолаживает и восстанавливает. Второе, что сказал Гиппократ. Кто еще хочет попробовать все? Выходите сюда. Кого еще угостить? Кто у нас впервые и не попробует? Кто? Ну, где вы? Давайте вы смелее стесняйтесь. Давайте, да, я вам обещал уже. Давайте. Цвет какой нравится? Зеленый. Зеленый. Для иммунитета цвета какой-то. Вот вы выбираете интуитивно. Что сказал второй Гиппократ? Наше тело с вами у каждого глупое, но самое честное. А голова умная, но вживая. Вот сейчас она, не зная ничего про это, что это такое, да? Давай ладошку, подъезды, человек спасет. Выбрал своим организмом, выбрал для иммунитета. Ей важно поднять иммунитет. Второе продукт, который она выбрала, витамины группы В. Это нервная система, кожа, волосы, ногти, вообще все, что составляет даже нашу эндокринную систему. Вот этих именно микроэлементов ей не хватает. Ее тело знает. А если бы я придумала, я бы ей другой дала. Присаживайся, расскажешь об этом, что ты чувствуешь. То есть, смотрите, наш организм лучший датчик. Не надо ни одного врача. Не надо искать кого-то. Даже двухлетние дети у нас знают, в какую коробочку взять, какие продукты кушать. У нас есть результат. Трехлетний ребенок, больной, который на учете в РКБ в Казани стоял с рождения, аллергичный, там, я не знаю, там куча болезней, я их даже не знаю. Поэтому перечитать вам не могу. Уйдя, родители, всего три коробочки имели. Подписались в компанию на 10 тысяч, да? Кто знает из партнеров, это Мел, Сальт и Гоу. Представьте, ребенок в 3 года, видит 3 коробки, находит их, сестра старшая есть, пятилетняя, берет Мел и съедает 28 штук. Сестре 2 достает. Антипаразитарка. Представляете? А почему он съел 28? Как вы думаете? Да, потому что ребенку надо было. Что произошло? Родители пришли в шоке. Думали, промывание желудка надо делать, передозировка, да? А это еда. И просто так бы ребенок ни за что не съел 28 штук. Что с ним происходило ночью? Из глаз у него гной тек 3 дня. Все, что он болел, гайморит, и там у него куча болезней было, аллергии. 3-4 дня вытекал гной, до 2-х недель все из него выходило. Потому что они, конечно, позвонили, посоветовались, им сказали, продолжайте, не бойтесь, ничего страшного нет. Эта еда, она вытаскивает все, шлаки, токсины, которые сидят в клетках. Через 2 недели этот ребенок был здоров. Они даже не поехали в РКБ, РКБ чуть ли не с милицией пришли разыскивать. И говорят, а что вы не идете? Как и так, ваш ребенок на учете, и когда они приехали на учет, его сняли с учет. Они не потрясены были. Врач, который за ними 3 года наблюдал с рождения за больным ребенком, подписал с компанией на этот результат. Она не могла поверить. Аллергичному ребенку, который задыхался, дышать не мог, больной, не знаю какой, старшая, тоже 5-летняя, но повеньше может быть, да? Съев 28 штук, положил начало оздоровлению. Поэтому если ваши детки едят 3, 5, 10, если вам хочется все время, значит вам это необходимо жизненно. И только ваше тело и ваш организм знают. Понимаете?